здравствуйте друзья вопросик вопросик вечерний михаил доброе утро меня зовут артур 21 год учусь я в миланском политехническом университете на факультете компьютерной инженерии скобочках бакалавр в компьютер инжиниринг я умею и мне нравится кодировать на нескольких языках html c и python но после первого курса возникла пара проблем во первых нас учат предметам которые совсем не связаны с программированием ну хорошо сказал бы хоть с чем связано во вторых мне не нравится коллектив которым я нахожусь после того как я все хорошо взвесил и обдумал я решил перейти на другой курс организация и управление промышленным производством на английском engineering management все также связаны с техническими предметами и инженерии разница заключается в том что мне более по душе этот новый курс который я выбрал предметы и коллектив тоже но программирование запрасывать не буду так как это мое хобби также помимо технических навыков я знаю три языка итальянский английский русский немного французского но только в разговорной речи мою дилемму можно описать так правильно ли я все делаю и правильно ли я все решил для себя дорогой михаил я вижу вас человека с большим жизненным и академическим опытом и в какой-то части даже ментором вот так ментором как вы считаете нужно ли все так же оставаться на компьютер инжиниринг или все-таки переводиться на другой курс куда сердце лежит и не поздно ли в 25 лет получить bachelor degree заранее благодарю очень надеюсь на ваш ответ так как для меня много значит именно ваше мнение спасибо хорошего вам дня вот сейчас будем ехать и рассуждать значит давайте мы к вопросу в принципиальном плане я не вижу какой-то дилеммы честно то есть безусловно мы имеем вариант продолжить там на компьютер инжиниринг или перейти на инжиниринг менеджмент но поскольку никакой цели так сказать ради чего это все происходит мы не видим то есть не то чтобы вот нам сказали вот у нас есть какая-то цель там отстоящие там на 10 лет от сегодняшнего дня или там не надо 15 на 30 там ну даже на 5 вот никакой цели такой нет поэтому получается что образование которое должно было быть средством да то есть вот нормальный был бы вопрос скажем вот как средство для достижения вот такой-то цели нам вот такое образование лучше подойдет или вот такое образование нам лучше подойдет понимаете но в отсутствие цели средство становится как бы само целью он вот есть можно так а можно так как лучше в том смысле в каком цели нет а есть только процесс лучше быть там где тебе приятнее находиться то есть допустим вот не нравится ему там ребята не нравится ему там еще чего-то он хочет перейти на какую-то профессию там другую при этом значит что он там делает я не по при этом он не собирается бросать программирование потому что его это нравится в этом есть какой-то элемент детского сада потому что а почему бы тебе не бросить программировать ну то есть она тебе зачем понимаете нет ответа на вопрос зачем вот что есть а зачем нет и поэтому все это рассыпается в такое как бы сказать аморфное такое состояние превращается что как бы не имеет смысла даже его толком обсуждать понимаете по серьезному не имеет смысла поэтому я начал с того что я не вижу особой проблемы потому что мы не пытаемся решить какую-то задачу по достижению цели мы решаем задачу по превращению процессов более симпатичный ну да ну если ему симпатичнее вот там побыть а может туда пойти потом еще пойти потом еще куда-нибудь пойти и в итоге у него этот бакалавр достигнется там не не в 25 лет а может и в 32 там если так почаще менять значит мое какое значит вот в этих условиях неопределенности цели да значит я давайте попытаюсь как-то смоделировать что-то и дать какой-то более практический совет значит компьютерная инженерия ну как бы востребованная профессия к с одной стороны с другой стороны ни один диплом сам по себе ничего не дает человек из милана из парижа из петербурга там из шадринска знаете диплом это диплом это некоторые такой документ говорит о том что курсы пройдены отметки получены и чего теперь чего поэтому я думаю что кардинально изменить ситуацию молодого человека должна была бы какая-нибудь работа в которой бы он участвовал работа то есть вот он учится молодец пойди поработай там парт-тайм кем возьмут но 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 в профессии не в продажах конечно но вот что-нибудь такое техническое инженерное я не знаю что конечно в идеале чтобы ему пригодились там программе языки программирования которые он изучал но может быть не эти может быть он там другие подхватит в конце концов пусть тестером идет поработать чё чё ему тестером не поработать кстати я хочу сказать что с дяденька одним встречался в италии он сам из любого и вот специально приехал там где он живет помню где-то недалеко от полерма где-то там и вот он работает на ютесте тестирует софтвер и получает он сказал 800 евро в месяц причем работает там как бы полдня я ему говоря отчеты больше не заработаешь он в принципе сказал могу мог бы вдвое больше зарабатывать но 10000 евро в год это вот тот уровень то зарплаты с которой налогов не берут поэтому то чтобы налогов не платить значит оставлял себе вот так вот такой заработок там 800 евро в месяц и он так уже несколько лет там знаете уже матерый он до этого бухгалтером работал и зарабатывает на вот тестирование больше чем зарабатывал бухгалтером такого такого плана я просто чему скажу чему думаю что все-таки милан милан это такое место где наверняка есть работа но хотя бы тестером ну хотя бы тестером тем более для студента там да ручное автоматизировано такое сякое работать надо понимаете до тех пор пока вот этот академический процесс не заземлился не заземлился надо заземлить его понимаете вот вилка в которой вилка в которой не хватает одного зубчика пойти заземлить надо это все и тогда появится смысл абсолютно во всем появится смысл в предметах которые изучаются в этой самой компьютерной инженерии вот он не сказал какие я не знаю может быть если бы он сказал какие я бы подскочил бы до потолка и сказал не смейте бросать но я же не знаю чему его вот поэтому ну что я могу сказать значит надо работать если ты будешь немножечко подрабатывать и немножечко учиться во первых моменту окончания университета у тебя уже будет профессия у тебя уже будет может быть несколько мест работы где тебя ждут хотят приглашают и так далее и глазки будут ясные и чистые и вместо разговора о том что вот не нравится какой-то там коллектив там студенческий и так далее вместо этого тебя будет совершенно другой коллектив и другие представления эти вообще не интересно будет кто-то в классе сидит давайте все-таки 21 год это такой возраст когда но вот мы например учились в институте вот я учился советской стране в 17 лет поступил в 21 закончил я даже не помню 21 22 наверно мне уже 22 было 78 года мне было два как раз 22 исполнил и я закончил это уже возраст когда работать пора поэтому вы понимаете вы начинаете судить то что там происходит рассуждением более взрослого человека вы начинаете спрашивать а что за предметы мы проходим я когда вы из тут связи учился я не задавал вопросов какие предметы мы проходим какие над такие проходим вот действительно чё надо ли там буду вот я сижу учусь об академическом процессе я даже не задаюсь вопросом какие предметы и я такие предметы изучал я изучал историю кпсс марксистка ленинскую философию политэкономию советскую вот это вот ну то есть нет слов что пописать значит я я когда-то маркса прочитал первый капитал в 15 лет понимаете вот я я я человек изучавший после этого совета советскую политэкономию значит научный коммунизм изучал и ничего слушать я не плакал я не жаловался по всем пятеркам по всем предметам пятерки получал классиков марксизма анонизма всех там что там положено было прочитал никто не читал я один был на 1 на весь поток кто кто их всех читал но я учебник не мог читать то что я засыпал сразу а у а классиков весело было вот я вот их всех читал и ничего нет не отвалилось от меня ничего понимаете да вот потому академический процесс учишься и учишься то тому его учить не тому и учат вы взрослый человек уже более взрослый вы переросли вы начинаете вопросами задаваться но при этом опять как взрослый человек вы себе цель не поставили вы не сказали мне это нужно вот за этим давно мы не будем повторяться но мы начали с этого значит мой совет такой переходите в режим взрослого человека работаете и учитесь немножко работаете в основном учитесь а немножко работаете и это вот изменит абсолютно и перспективу и взгляд и вообще станете взрослым парнем ответственным с видением с каким-то с практическим практическим пониманием вещей и так далее просто есть люди сугубо академические а есть люди такие которые через руки через пальцы понимаете через вот это вот сенсомоторику изучают поэтому двигайтесь в сторону сенсомоторик значит поработаете вот такой такой мой совет счастливо да а вообще конечно компьютерная инженерия классная классная вещь это серьезная техническая дисциплина серьезная техническая да вот заниматься там каким-то там что-то с манифакчуринг или какой-то там менеджмент вы потом сможете ничего страшного то есть надо надо делать вещи которые более сложные из всех вещей которые вы можете учить учить и самое сложное мозги нагружайте по максимуму чтобы башка трещала вот вот это то что вы должны делать а не то что там кто там в классе сидит какая вам праздник кто-то в классе сидит вот уж действительно вот счастливо